Экономическое развитие, особый режим и изменения правил. В стране ужесточат требования к продукции для реализации по кредиту. Народные товары. Чем суть? Активными темпами в Беларуси продолжается сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты. Вера в свою страну, своего президента. Где проходят пикеты? Найти решение. Председатель горисполкома встретился с жителями микрорайонов. Встреча позитивная. Какие вопросы волнуют бобруйчан? Инновационное развитие. В городе прошел конкурс «Бизнес идей». Мы очень рады, что мы могли защитить свой проект, показать его. Кто претендует на главный приз? Вкусный ликбез. Участники пресс-тура посетили красный пищевик. Больше всего мне впечатлило, что здесь шоколад натуральный. Какое послевкусие после визита на сладкую фабрику? Токсичный смог, удар стихии и масштабный бунт. Фермеры Франции перекрыли дорогу под Парижем, против чего протестуют аграрии. Вынести на обсуждение. Александр Лукашенко провел заседание Президиума Всебелорусского народного собрания. Повестка дня обширная. Обсуждение местных органов власти, судей Верховного суда, регламента ВНС и взаимодействия Президиума с делегатами. Глава государства подчеркнул, на уровне Всебелорусского народного собрания должны рассматриваться исключительно важные вопросы. Один из таких – повышение статуса председателей райисполкомов с целью усиления их роли в развитии районов. По мнению белорусского лидера, не все на местах действуют эффективно в отношении его поручения «Один район, один проект». Мы видим, что не все председатели райисполкомов вообще не то что понимают, все понимают, что надо делать. Но не делают. Это эффективность нашей власти, начиная от президента и заканчивая губернаторами. Ну, к этому вопросу мы вернемся. Но, с другой стороны, наши юристы констатировали факт, что нет нормативно-правового акта, который бы четко расписал, чем должен заниматься председатель райисполкома. А если есть, этого недостаточно. Давайте примем это решение. Потому что, если губернатор и председатель райисполкома работают нормально, страна будет в порядке. Поэтому мы этот стратегически важный документ сегодня обсудим. Президент отметил заседание президиума ВНС целесообразно проводить 2-3 раза в год по мере накопления вопросов. Также белорусский лидер поручил выстроить четкую схему работы делегатов без дублирования и подмены функционала органов власти. Роль президиума в текущих реалиях готовит самые концептуальные вопросы, связанные с развитием нашей республики в экономической, военно-политической, информационной сферах для рассмотрения непосредственно на собрании. На встречу главному политическому событию 2025-го белорусы активно включаются в избирательную кампанию. Уже вторую неделю в обручании оставляют подписи за потенциальных кандидатов на пост президента. Удобное расположение пикетов, оперативное заполнение подписных листов, прямая дорога к наплыву желающих. Чтобы оставить подпись, напомним, необходимо иметь при себе паспорт. Расписаться и поставить дату гражданин обязан своей рукой. Поставил подпись за «Просветающую Беларусь». «Просветает пусть Беларусь всегда и мирно живет». Вера в свою страну, своего президента и вера вообще в большое будущее. Если будет у нас мирно, в нашей республике, то будет обязательно красивая и хорошая жизнь. Этап сбора подписей продлится по 6 декабря. Инициативным группам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей в поддержку своего кандидата. Достоверность подписей проверят в комиссиях. Имена зарегистрированных кандидатов станут известны к концу года. А уже с 1 января стартует предвыборная агитация. В режиме готовности марафон добра и полный отчет. В правительстве подводят итоги социально-экономического развития Беларуси за 9 месяцев этого года. Какие показатели? Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. В правительстве подвели итоги социально-экономического развития Беларуси за 9 месяцев этого года. По данным Белстата, экономика страны сохраняет параметры вышепрогнозных и среднемировых показателей. Такт импростов ВВП в январе-сентябре достиг 104,5%. На этом фоне значительное внимание уделяется развитию социальной сферы. В 2024-м по всей стране введены в строй 25 новых и модернизированных объектов здравоохранения. На укрепление материальной базы лечебных учреждений поликлиник-больниц из бюджета направлено около миллиарда рублей. Первый энергоблок БелАЭС включили в объединенную энергосистему 3 ноября 2020-го. С тех пор станция выработала 37,5 миллиардов киловатт. Благодаря ей страна больше не импортирует электроэнергию, а также снизила импорт природного газа. К слову, отечественный энергетический комплекс удовлетворяет 40% внутренних потребностей Беларуси. В стране ужесточат требования к продукции для реализации по кредиту народные товары. В следующем году список товаров для льготного кредитования пересмотрят с учетом локализации производства. В перечень изделия больше не попадут, если производитель закупает комплектующие за рубежом и собирает из них конечный продукт. Кредитная программа, напомним, заработала в стране с января этого года. Документ направлен на стимулирование развития розничной торговли, в том числе в регионах. Коммунальные службы Беларуси переведены на усиленный режим работы. В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков сотрудники ЖКХ работают, не покладая рук. Техника и работники задействованы в уборке и обработке противогололедными материалами улиц, тротуаров, дворовых территорий. Также производится непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси» дало старт благотворительной акции «Республиканская елочка желаний». Она направлена на помощь в приобретении новогодних подарков для детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в домах-интернатах. Это уже добрая традиция и не один год проходит по всей стране. Выслушать и услышать. Председатель горисполкома провел встречу с жителями территории, которая обслуживает ЖУ номер 2 Ленинского района. Оживленные обсуждения вызвала тема благоустройства городских озер Копанка и Шаманка. Еще один волнующий вопрос – облик общежитий номер 3 и номер 5. Они как въездные ворота города. В ближайшее время оба здания ждет капремонт. Помимо вопросов частного порядка от граждан, мэра интересовали идеи и предложения по благоустройству микрорайона. Такие встречи я бы желала, чтобы почаще делали. Наш мэр услышал нас, а мы услышали его. Очень спасибо ему за такие встречи. Встреча позитивная. Высушил все их вопросы. Если встреча будет продолжаться, как обещал Яй Николаевич, то мы будем дальше взаимодействовать. Также Игорь Кисель посетил 21-ю школу. Здесь на встречу пришли жильцы микрорайона Киселевичи, обслуживанием которого занимается ЖЭУ номер 11. Традиционно на собрании должностные лица, которые могут дополнить и дать разъяснения на интересующие граждан вопросы. Среди таких аспекты сферы ЖКХ – благоустройство территории. Данные встречи зарекомендовали себя с положительной стороны. Поэтому председателям госполкома было принято решение почаще проводить такие встречи с жителями. Граждане активно приходят со своими как личными обращениями какими-то, но также и с предложением благоустройства нашего города. В обручании поблагодарили мэра за проделанную работу по укладке тротуара и установлению большего количества детских площадок. Резюмируя итоги, председатель госполкома пообещал лично выехать на места для уточнения деталей по некоторым вопросам. Кроме того, Игорь Кисель анонсировал появление новых маршрутов электробусов в городе. Битва взглядов. В Бобруйске прошел открытый молодежный конкурс «Бизнес-идеи ростки бизнеса». На победу претендовали 18 стартап-проектов. О лучших из лучших. Елизавета Липеева. Вектор развития в рамках Белорусской недели предпринимательства «Бобруйск на два дня» становится локацией для бизнес-форума «Инностарт-2024». Семинар на тему «Поддержка предпринимательства для инновационного развития регионов» объединяет тех, кому небезразлично будущее родного города, да и страны в целом. На повестке ряд важных и актуальных тем от нововведений законодательства до налоговых льгот и преференций. В Бобруйске, к слову, функционируют 1240 организаций малого и среднего бизнеса, почти 5000 индивидуальных предпринимателей. На мой взгляд, место проведения мероприятий вырано не случайно. Город Бобруйск стремится создавать наиболее благоприятные условия для предпринимательского сообщества, поддерживать деловые и инновационные инициативы, стимулировать идеи для бизнеса, объединять государственные и частные интересы. Открытый молодежный конкурс «Бизнес-идеи ростки бизнеса» собирает визы юрлиц со всей страны. Львиная доля участников в Бобруйчане на победу претендует 18 стартап-проектов. Лучших определяют по пяти номинациям – передовые производственные технологии, интернет-вещи, социальный проект, технологии в медиа, дизайне, культуре и другом. Польза в любом случае участия в этом конкурсе есть. Даже если это не победитель, скажем, не нашли там участники инвестора или что-то в этом роде, то это своеобразный опыт, это новое знакомство, новое общение. То есть можно найти, например, каких-то коллег в своей же сфере, либо в смежных сферах. Мы очень рады, что мы могли защитить свой проект, показать его и просто получить удовольствие от участия в этом замечательном конкурсе. Здесь реально заложен механизм финансирования, который в случае его получения призового фонда даст совершенно другие возможности для реализации любой из представленных здесь бизнес-идеи или проекта, который был озвучен. Ажиотаж креатива в номинации «Бизнес-идеи от учащихся студентов» самые юные участники удивляют инновационным подходом. Презентуют топливные брикеты из листьев, оптический микрофон на базе лазера и фоторедактора и даже многофункциональный мессенджер с интеграцией искусственного интеллекта. Данная идея, я считаю, она очень перспективна, так как действительно у нас нету своих независимых аналогов мессенджеров. А мой мессенджер не просто обладает функциями, которые есть в том же Телеграме, а он обладает рядом уникальных функций. Конкурс очень классный, дает возможность показать себя, поучаствовать. И вообще вот не только я была как юный участник многое, и классно, что молодежь этим интересуется. Для меня участие в конкурсе – это еще одна возможность услышать советы и на отпуске от жюри, которые могут улучшить мой проект в дальнейшем. Плеяда инноваций среди бизнес-проектов – мобильное приложение Е-Рецепт, производство стеклопластиковых деталей для авто, мини-завод полимер песчаных изделий, уникальная школьная форма и многое другое. Будем, наверное, уже на ежегодной основе, это уже хорошая традиция, проводить в нашем городе такие мероприятия, чтобы их поддерживать, чтобы давать им развитие, чтобы они жили в нашей стране и любили нашу страну, и развивали, и реализовывали свои возможности и потенциал. На кону 750 тысяч белорусских рублей презентацию каждого проекта сопровождает активная дискуссия между жюри и претендентами на значимую финансовую поддержку. В диалоге рождается истина и после тандема развернутых вопросов и ответов среди 18 стартап-проектов выбрать самый-самый гораздо легче. И мы, вот, технопарк, наш центр поддержки предпринимательства, наш бизнес-инклаб, наши банки, агентства по развитию, местные власти, мы как раз-таки должны, по сути, сделать вам все необходимые условия, чтобы вы выросли, расцвели и достигли определенных результатов. Вы уже все победители, вы финалисты, вот, поэтому я хочу всех вас поздравить, пожелать вам успехов в реализации ваших самых смелых идей. В каждой номинации награды находят своего победителя. Организаторы конкурса специальными призами поощряют и самые оригинальные идеи. Денежный сертификат достается юной бобручанке. Гордое звание победителя завоевывает Игорь Степанов с проектом производства «Центримониум хлорида» для создания косметических средств и бытовой химии. Нам показали площадку производства, на базе которой мы сможем реализовать этот проект. Нам нужно будет небольшую модернизацию провести, купить технологическое оборудование, защитить это, получить санитарно-гигиеническое заключение на производство, пройти инстанции и приступить к реализации проекта. Для победителя – реализация задуманного для Бобруйска создания новых рабочих мест. В плюсе – каждый. Елизавета Липеева, Максим Калинин. Итоги недели. Грипп не спит. В городе продолжается иммунизация против вируса. Кому в первую очередь показана прививка, знает Юлия Вернер. Грипп – острая респираторная инфекция. Один больной человек способен заразить от 7 до 12 окружающих. Медики уверяют, лучшая профилактика – вакцинация. Привиться можно как бесплатной вакциной российского производства, так и на платной основе – французской. Иммунитет от укола здоровья сохраняется в течение 12 месяцев и эффективен против конкретного штамма вируса гриппа. Преимущество вакцинации – это в первую очередь снижение риска заболевания. Вакцинация помогает предотвратить такие осложнения гриппа, как пневмония, бронхит, синусит. Показано всем и каждому. Но в первую очередь хочется выделить – это детей, женщин беременных, люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями. Чтобы не заболеть, необходимо придерживаться советов врачей, избегать тесных контактов с людьми, имеющими признаки недомогания, соблюдать респираторный этикет и правила гигиены, вести здоровый образ жизни. Однако единственно верное решение – не позволить недугу проникнуть в организм – вакцинация. Вакцинация против гриппа является простым, безопасным, доступным способом создания специфического иммунитета у человека. Используются вакцины Гриппол Плюс российского производства. Для вакцинации от гриппа можно обратиться в поликлинику. По месту жительства также прививочные бригады уезжают на предприятие. Особое внимание уделяется самым маленьким бобруйчанам. Ежегодно в мире регистрируется около миллиарда случаев сезонного гриппа, в том числе от 3 до 5 миллионов с тяжёлой формой. В первой детской поликлинике работники учреждения совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в игровой манере провели акцию, которая направлена на популяризацию прививок против вездесущей болезни. Мы проводим такую акцию. Детишек поздравляем с тем, что они вакцинировались, вручаем им шарики, проводятся различные игры, рисунки. В общем-то хочется, чтобы наши дети с детства прививку запоминали не как что-то такое негативное и болезненное, а как праздник, здоровье, как то, что необходимо нам в нашей жизни для того, чтобы быть весёлыми и радостными. Чтобы сохранить крепкое здоровье своих детей и не допустить развития жизнеугрожающих состояний, последующих хронических заболеваний, родителям необходимо подходить к делу с умом. Своевременная вакцинация – гарант устойчивости иммунитета к штаммам гриппа. Юлия Вернер, Роман Костюков, Станислав Чичерин, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Под прицелом камер. По стране путешествует пресс-тур в рамках программы «25 лет союзному государству Белоруссии и России». Представители ведущих СМИ посещают крупные предприятия в разных городах. Сладкая точка маршрута – визит в зефирную столицу. К променаду по красному пищевику присоединилась наша съёмочная группа. Встречают журналистов ведущих белорусских и российских масс-медиа информационным ликбезом. Акцент на сотрудничество со страной-соседкой в арсенале у красного пищевика – вкусные факты. Так гости узнают о широкой географии поставок от Смоленской области до Хабаровского края. Открытие восьми фирменных магазинов только в этом году. Ожидание от реализации продукции в Россию – 2500 тонн. Вектор на 2025 год заложили минимум открытия 10 торговых объектов. Возможно, сейчас ещё на уровне правительства двух стран решается открытие белорусского большого торгового центра, где будут представлены все белорусские производители, не только пищевой промышленности, но и перерабатывающие. Но мы уверенно идём, будем открываться, хотим открываться. За продукт уверенный, продукт качественный. Знаю, старшие братья россияне любят белорусскую продукцию. Сладкий фуршет на столе и классические лакомства и необычные воздушные новинки. Зефир со вкусом клубники и шампанского лата, карамель с щепоткой соли, плюс новогодние жевательные с ароматом мандарины и марципана. Больше всего мне впечатлило, что здесь шоколад натуральный. И здесь сохранилась какая-то технология приготовления зефира, который сейчас в СНГ только здесь есть. Вот я в предвкушении посмотреть, как это выглядит и что это такое. Ну, впечатлило ещё количество вкусов и вообще ассортимент. Спасибо большое, что пригласили. Жасмина Кацая Фантазия Дуванчик. В цехуручной глазировки 15 зефирных фей создают лакомый эксклюзив. Каждая за смену творит под 70 кило сладостей. Ощутить себя чудо-мастером выпадает шанс и журналистам. Такая удача, что я нахожусь на самом производстве. И у меня появилась такая уникальная возможность попробовать сделать эти легендарные грибочки самостоятельно. На первый взгляд кажется, что это очень просто. Просто нужно обмакнуть и всё. Но на самом деле это не так, потому что нужно иметь определённую сноровку, вот как мне показал мастер. И шоколад же очень жидкий, чтобы это всё красиво легло, постучать об палочку. Но очень такие яркие впечатления. Спасибо большое, что нам сегодня такую предоставили уникальную возможность. Буйство вкуса и на конвейере зефира в шоколаде. На готовую картинку уходит два с половиной часа. Ответственная за резвые темпы – ускоренная технология. В сутки автоматическая линия выдаёт до 13 тонн лакомства. Всего сладкая фабрика предлагает свыше пяти десятков разновидностей воздушного десерта. Про красный пищевик я, конечно, знал. Это большая компания, известная ещё с советских времён. Интересно оказалось, что про рецептуру шоколада, которую делают, да, здесь до сих пор оригинальную. Впечатлили девушки, которые работают. То есть работа своими руками. Вот нам сказали, что в день две тысячи зефирок. Я даже не представляю, что это. Как это для меня невообразимо. И вширь, и ввысь. Именитая продукция «Величава» занимает просторы логистического центра. Вместительность – три тысячи палетомест, а это 800 тонн сладостей. Собирают конструкторы из коробок два узкопроходных штабелёра. Ежедневно в среднем 60 тонн лакомых товаров отправляются на прилавки магазинов. В фирменной сети Беларуси свыше 135 торговых объектов, где представлена вся продукция красного пищевика. Наслаждаются вкусом отечественных сладостей далеко и за пределами синеокой. Елизавета Липеева, Максим Калинин. Итоги недели. Снежный коллапс, удушливый туман и торжество интеллекта. Экс-инженер НАСА построила робошкаф, который играет в камень-ножницы-бумагу лучше всех на свете. Как победить андроида? Далее громкие заголовки мировых новостей. В Британии 200 школ закрыты из-за мощного снегопада. Синоптики объявили жёлтое предупреждение для Англии, Шотландии и Северной Ирландии. Толщина покрова местами достигает 15 сантиметров. Гололёты и осадки создали напряжённую ситуацию на дорогах, в зоне риска и поезда. По прогнозам метеорологов, непогода продлится как минимум до конца недели. Индию вновь накрыл токсичный смог. Туманом окутаны даже самые высотные здания в Дели, а качество воздуха в столице достигло критического уровня. Власти закрыли вузы и школы, остановили строительство и запретили въезд в город грузовым автомобилям. В аэропортах отменяют все рейсы. Причина смертоносной дымки – пожары. Фермеры сжигают остатки урожая в сельскохозяйственных районах. Тракторы, флаги и разгневанное население во Франции. Фермеры перекрыли дорогу под Парижем, митингующие недовольны возможным соглашением между Евросоюзом и странами Южной Америки. По их мнению, соглашение приведёт к нечестной конкуренции. При этом подписание документа спровоцирует сельскохозяйственный кризис. К слову, протестные акции аграриев проходят параллельно с визитом президента Франции в Аргентину. Министерство здравоохранения Новой Зеландии объявило об эпидемии коклюша в стране. На государственном уровне принимаются соответствующие меры. Число случаев заболевания неуклонно росло в течение нескольких недель. Сейчас власти объявили национальную эпидемию. За четыре недели было зарегистрировано 263 новых случаев инфицирования. Это самый высокий показатель за 2024 год. Как лишь напомним, острое заболевание, передающееся воздушно-капельным путём. Его основной симптом – сильные приступы кашля. Бывший инженер НАСА построил робошкаф, который играет в камень, ножницы, бумагу лучше всех на свете. Его нельзя победить, а если всё-таки получится, мужчина заплатит 10 тысяч долларов. Работает просто. Специальные датчики анализируют мельчайшее движение руки с частотой 100 раз в секунду, сразу же определяя, какой жест выберет соперник. Такой подход делает машину абсолютно непобедимой. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok